а здрасте друзья всем приветули у нас тут фермочка продолжается соответственно в прошлый раз мы поставили вот этого вот работягу пахать поле и он его сейчас пашет и в общем-то пускай пашет у нас есть свои дела у нас здесь вот комбайн стоит но он тоже пускай стоит мы друзья во-первых нам надо замутить посев на этом поле а во вторых нам надо покосить траву а чтобы покосить траву нам надо косилку купить как ни странно да наверное еще волковая жадка понадобится что-то такое вообще расскажите мне пожалуйста хрен его знает хранилище какой-то ладно пофиг пока что вот эту штуку кстати надо закрыть 4 не закрыла там и сюда соломку выгружали хотя сегодня туда травку наверно будем выгружать ладно не суть важно короче говоря нам надо купить семян нам надо купить обычных удобрений чтобы поле удобрить и засеять еще нам надо купить косилку поэтому давайте сразу же в магазин начнем с косилки но страна может быть имеет смысл взять вот эту вот пошире а с другой стороны на будущее сразу же взять вот эту трехметровую и потом когда-нибудь мы к ней докупим в пару вот эту 8 метровую чтобы все было четенько давайте на будущее сразу же смотреть берем ее и еще нам нужны семена и удобрения удобрения вот такие вот дынь я думаю одного пакета должно хватить а если не хватит будет обидно и соответственно семена тоже хотя не по 900 можно сразу два взлет и удобрений тоже давайте второй возьмем на всякий случай а вдруг не хватит в еще за этим всем дерьмом надо съездить возьмем трактор как ни странно да вот этот не знаю как бы это все сразу за раз привести а селка у нас кстати она скорее всего без удобрялки идет да вот это которая здесь стоит просто если бы она была с удобрялкой можно было бы загрузить сразу же и семена и удобрения а нет ну и ладно потом съездим на пикапе и привезем а пока что давайте возьмем удобрялку и в удобрялки повезем или нет возьмем селку загрузим ее семенами да я знаю загрузим ее семенами наперед подцепим косилку а за удобрениями потом съездим на пикапе ой ну как же так то ёшкин ты кот во выбрался наконец-то что мне сказали что я в магазин типа большого круголя даю но я не вижу другой дороги в магазин разумеется я понимаю что я могу по полям там прокатиться но мне не хочется кататься по полям или по узким дорогам поэтому поедем по асфальту просто просто поедем по асфальту по обычной дороге по которой всегда есть здрасте ну-ка открывай калитку вот соответственно загружаем семена цепляем косилку и едем обратно лишь надеюсь сюда все это влезет должно влезть влезет можно еще один поддон купить наверное нет нет еще один поддон сюда не влезет а а зря ладно тогда цепляем косилку удобрения потом можно будет на пикапе просто сюда сгонять пикап же быстро у нас и туда можно закинуть эти поддоны об да некрасиво получилось ладно погнали 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 едем обратно домой в общем то товарищи значит что мы делаем мы отцепляем сеялку она у нас уже загружена семенами готова к посеву со всей силы чтобы все было чутенько и до криво загнали но ничего страшного отцепляем и погнали поставим этого парнишу косить травку вопрос только как на эту лужайку правильно выехать видимо там не получится это сделать поехали с другой стороны это знаете и тут заборы через заборы мы не сможем ездить он парниша у нас пашет скоро закончит я надеюсь что у нас тракторов не хватает по сути дела да здесь вот можно вот это вот все забубить не знаете что мы поставим валеронечка причем даже по кругу ему не будем говорить кататься просто пятое поле 31 метра ух ты где у нас старт находится как я профукал то давай тут маневры для разворота очень много поэтому давай катайся а мы поедем на пикапе кататься у нас есть оранжевый пикап респекта разрабам карты что они сделали его оранжевым потому что оранжевую всему голова кстати падла быстро вроде как по 120 должен гонять хороший вопрос влезет ли сюда целых два поддона сразу есть вероятность что не влезет спидометре вообще 220 но больше 120 он у нас не поедет мы об этом прекрасно знаем и нормально катается вообще наличие машины в этой игре это сомнительное удовольствие я вам скажу это выруливаем каким-то образом до угол поворота здесь машине не очень большой ну да ладно в общем-то полетели просто летим на хрен главное не убиться хотя даже если убьемся ничего не будет тормоза хорошие это радует так здрасте товарищи еще раз я приехал за своими поддонами смотрите какая классная машинка оранжевая давайте вот так вот запаркуемся заглушим двигатель а тут же кстати борт должен открываться да не помню эту кнопочку но должен развернуть автомобиль в есть такая вот хреновина отлично все по фэншую но кроме того что мы сейчас эти поддоны будем руками грузить да вот так вот ее можно поставить а можно ли ее привязать ремнями мне интересно расскажите пожалуйста о она еще ремнями привязывается значит мы сейчас второй поддон поставим и все все будет четко не то чтобы не так как на тракторе да вот садимся в машинку закрываем борта и привязываем все ремни немножко некрасиво это выглядит третий ремень но ничего страшного в общем-то газ в пол только мне кажется сейчас центр тяжести сместился очень высоко и можно спокойно в повороте убийца просто поэтому надо ехать не так быстро как мы ехали сюда хотя с другой стороны как бы и может и пофигу творить какая горка вот просто хочется на велике с нее скатиться да и слушать она прям аж дрифтовать стала эта машинка задницу начала сносить но знаете ли физика ее не обманешь даже если она убогая как в этой игре законы физики никто не отменял поэтому поэтому вот да из меня тот еще водитель я понимаю что ездить я наверное скорее не умею чем умею ой ваш промазал поворот надо выруливать еще на автомате сейчас пытался лепестком левый поворот не включите он не включился я думаю что за хрень оказывается это нихрена не етс к да такс погнали выгрузим семена кстати они скорее всего должны будут выгрузиться в наше хранилище семян причем даже если мы просто туда заедем теоретически практически не знаю как это должно работать давайте камни ремни отстегнем попробуем заехать на триггер и по у ничего не происходит а если мы на этот триггер заедем а на этот триггер она что-то стало происходить но короче понятно надо выгружать ручками но ничего страшного и выгрузим что нам сложно что ли нас товарищ очень сильный поэтому может спокойно ручками все выгружать и и второй то же самое можно даже поставить а машину соответственно тогда запаркуем обратно на место в наш не до гараж если это можно назвать гаражом конечно короче около домика самое правильное место до физика управления автомобилей оставляет желать лучше без руля лучше на ней не ездить честно вот пускай стоит здесь нормально припарковался погнали посмотрим что у нас на полях может быть кто нибудь закончил работу и освободил нам технику было бы довольно таки здорово ё-моё дружище а чё как как ты пашешь здесь а ты не знаешь что-то надо валера ладно пойдем посмотрим что там с травкой травкой все нормально травка косится в принципе собирать ее сейчас особо и нужды наверное нету главное покосить косит он ее хотя бы нормально интересно через сколько времени он закончит через 17 минут нормально этот парниша закончить через 20 минут ладно ничего не остается делать кроме как ждать можно пока что сходить но в общем-то своими делами позаниматься ребята пускай работают у них сегодня много работы ну а Субтитры подогнал «Симон» 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 Не знаю, правда, что сеять Давайте пшеничку, пока упремся Именно в пшеничку Первая посадка всегда пшеничка Знаете ли, традиция такая Традиции нарушать нельзя Всегда все в начале игры сеют пшеничку Может ее будет много А может и не будет Маршрут сбрасываем и генерируем новый Давай тоже по кругу Четыре раза с разворотом Трехметровая вроде у тебя должно получиться Со стартовой точки погнал Семян у тебя должно хватить Если не хватит, будет беда Но вообще должно хватить Короче, сей Ты справишься, я в тебя верю Вообще, я тут, знаете, что думаю насчет удобрений? Он же за... Хотя... Ладно, сейчас посмотрим, с какой шириной он будет ехать Просто знаете ли, лишняя полоска удобрений Тут не самая высокая скорость у него Да, вот эти вот пропуски мне не нравятся Хреново запахал, хреново Ничего не скажешь Надо пахать лучше Но он не захотел Или не смог Но скорее не захотел Или не смог, да Я не знаю, зачем я туда иду Сейчас у нас освободится трактор Возьмем фуражный прицеп Пойдем травку собирать Потому что травку собирать, это весело Тем временем уже почти круг Сеялка прошла Сеялка быстрее, чем удобрялка едет Он его догоняет с немыслимой скоростью Правда, ему все равно это не поможет Потому что она в 8 раз шире В смысле, удобрялка в 8 раз шире У него тут с разворотами совсем беда-беда Ладно, нормально, справится О, пошел удобрять Сейчас ворону нахрен удобрениями посыпет И ворона вырастет большая-пребольшая Падла улетела, а Так, отлично Здесь он прошел Сейчас вот у него одна проходка осталась Наверное Ладно, посмотрим, насколько большой будет зазор И там уже решим Один раз он поедет или второй Птички, ну куда ты? Я тебя хотел зажарить А знаете, может быть, травки, кстати, здесь и прилично будет Ладно, сейчас насобираем что-нибудь У нас осталось 7 тысяч денег Я еще овец хотел купить Но, видимо, нихрена мы их не купим Боже мой, дружище, зачем ты здесь поливаешь, когда ты разворачиваешься? Ну, вот транжирит мои удобрения Они, кстати, такие дорогие А ты их вот, падла, транжиришь Зачем ты включил сейчас удобрялку для движения задним ходом? Куда ты вообще поехал? Я понимаю, как это работает Но вообще можно было ее не включать, наверное Выключил сейчас, опять включил Куда ты едешь? Опять задним ходом Что? Что с тобой не так, дружище? Опять ты меня расстраиваешь Давай, 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 давай О, нормально Поехал Да, все-таки он здесь неровно по центру Останется здесь полосочка Сейчас посмотрим, какой ширины она останется Так, конечно, здесь вы не будете друг другу мешать Не будут, все нормально О, поехал Знаете, тут довольно маленькая полосочка будет Так что мы его сейчас тормознем О, бать, вы куда поехали, а? Дружище, что с тобой не так? Мало того, что еще мои удобрения распыляет О, нет, тут маленькая попуська Прям совсем маленькая Мы его сейчас, значит, снимаем Снимаем Нам это не надо И потратил он чуть больше 500 литров Так что удобрить это поле еще раз После посева У нас удобрений хватит И это хорошо Все, давай, прервать маршрут Короче говоря, погнали собирать травку У нас сегодня была такая задача И мы пойдем ее выполнять Так как травку можно, в принципе, хранить Там же, где и солому В прошлый раз у нас вышел небольшой косячок с этим Ну, да ладно Мы, соответственно, ее будем собирать И возить на наше суперское хранилище Еще вопрос, сколько этой самой травки там будет Мне почему-то вот такая вот оценочка Знаете ли, что 100 кубов Хотя, хрен его знает Я тоже сомневаюсь, что там поле в хорошем состоянии было Но ничего страшного Блин, завалковать бы это все дело еще А то, знаете ли, по 3 метра собирать такое себе Ну, ладно, погнали Для начала посмотрим, что у нас тут по доходу-расходу Сколько этой самой травы здесь будет И дальше будем уже оценивать масштаб трагедии Да, не завалкованное оно будет долго Но сейчас на волковалку денег нету Поэтому пока что никак Пока что никак С одного прохода получается 3,5 куба Я еще не знаю, насколько ровно я прошел И сколько можно было бы собрать Но вроде ничего, так знаете Ничего Могло быть и хуже С другой стороны, то, что мы не соберем сейчас Оно останется лежать и никуда не денется Мы здесь не пахать, ничего делать такого не будем Поэтому то, что не соберем сейчас, соберем потом Когда-нибудь у нас обязательно появится волковалочка И сможем мы все волковать Можно, в принципе, даже ее так оставить Она здесь вырастет Потом еще покосим И еще покосим, как я это на колосе делал Поэтому ничего страшного Нашим овечкам будет что кушать Правда, овечек у нас еще нету Но они появятся Я думаю, в ближайшем будущем Надо только денег подсобирать В следующий раз мы соберем урожай Который сегодня посеем Я надеюсь, там будет больше урожая Чем мы в прошлый раз собрали И продадим то, что в этот раз собрали Точнее, то, что в прошлый раз собрали То, что в следующий раз соберем В общем-то, все продадим нахрен И купим овечек, наверное Правда, с другой стороны, овечкам еще вода нужна Чтобы им воду привезти, нужна какая-нибудь приблуда Для того, чтобы возить воду А денег на нее, как бы тоже, знаете ли, не особо много Их как бы нету И овечек тоже покупать надо за деньги Да, тут как бы не так уж и много травки, я вам скажу Прям совсем немного Сто кубов, это я прям очень сильно погорячился, друзья Прям очень сильно Ну ладно, ничего с этим не поделаешь Хоть что-то С другой стороны, они вряд ли будут в день съедать больше Поэтому справимся, ладно Не проблема Ну тоже весело, собирать травку Все ж любят травку собирать, правильно? Ладно, на самом деле не все И это определенный геморрой А если ее еще далеко возить, например Особенно если солому далеко возить А если ее еще и много То это... Многие расстраиваются И от такой работы, когда им говоришь, что надо делать такую работу Да, они расстраиваются Но ничего, нам же пофиг на остальных Мы тут... У нас свои дела Свой бизнес Будем скоро богатыми У нас будет классная техника Еще полей купим Кстати, даже я не смотрел, сколько здесь поля на этой карте стоит Сейчас мы посмотрим Потому что хотелось бы еще полей Чтобы выращивать урожай Что у нас поблизости? 8, 9, 10, 7 Вот эти вот поля надо бы прикупить себе Может быть даже их как-то объединить потом И будет у нас одно большое поле Будет с него дохрена урожая Классно же У нас, кстати, прицеп вот и собрался Ну, почти собрался Немножко совсем не хватило Но мы, в общем-то, повезем это... Отвезем этот прицепчик И выгрузим его в наше хранилище Да Заодно сейчас посмотрим, что там за сушка Потому что мне кажется, это как раз именно сушка для травки То, что вот справа здесь вот находится Ладно Так, надо открыть двери Открыть бункер Так вот открываемся И погнали высыпем все Травка, травушка, муравушка, да Высыпаем И оно пока высыпается Во, сушка Бздынь Запускаем И смотрим Не знаю зачем Но вдруг здесь будет что-то меняться Вот у нас трава Сколько мы ее привезли Вот у нас сено И ничего не меняется Хм, ладно Пускай вот эта хреновина работает Мы трактор отсюда убираем Двери пока закрывать не будем Или закроем Может оно с закрытыми дверями только работать начнет Почему бы и нет Вполне логично Но это сушка Это прям стопудово сушка Может быть просто здесь какой-нибудь триггер отдельный есть Нет Да нет Вроде Рядом вон хранилище какое-то Так Ну-ка отдай-ка Я застрял Во, нормально Ну сюда мы ссыпаем Оно туда попадает Вот здесь вот у нас выгрузка Там это все дело хранится Она усушится Типа Но ничего не меняется Трава остается травой Кстати, силы здесь тоже можно хранить Что меня радует Кстати, о силосе Давайте-ка замутим силоса еще Почему бы нет Пускай будет Погнали соберем Прецепт травы У нас есть силосная яма Около коровника Мы замутим силоса тоже Чтоб был Раскатаем его И все будет классно Вот, друзья У нас есть такая вот силосная яма Около коровника Потому что с коровкам Нужен будет силос Когда-нибудь Поэтому мы высыпаем Эту травушку Вот сюда Сейчас мы ее укатаем Накроем пленочкой И Будет у нас силос Потом готов Понятно, что Его тут будет крайне мало Но это лучше, чем ничего Я считаю Это именно так работает Присывание 9% В общем-то Надо это все Поукатывать И, кстати, в 19-й ферме С силосными ямами Толком-то и не работал В 17-й Это было весело И интересно В 19-й как-то толком И не получалось Только на старте игры А старт игры Был почти 2 года назад Так что Так что вот Я понимаю, что можно Это сделать С помощью специальной Приблуды Но у нас на специальную Приблуду Нет денег А еще Я вот сейчас Собирая траву Понял такую вещь Что можно было Одновременно косить И собирать А я зачем-то Сделал 2 лишних действия Точнее Ну, в общем-то 2 действия И одно из них Получается лишнее Катать силос Да, это весело Ничего не скажешь Ездишь туда-сюда Обратно Может валерона Зарядить Хотя уже 58% Даже 60% Надо просто ездить По разным местам Тогда все будет Круто Классно Да Все разравниваем Все утаптываем Чтобы было прессование Чтобы оно было Все спрессовано И все классно Чтобы было 23 куба Ну, один прицепчик 89% Еще Два раза Наверное Мы проедемся И все Будет соточка Для такого объема По-моему Примерно столько И надо будет Два раза Хватит Кстати И одного Было бы Хватило Если бы все Было четко Но все четко Не было Боже мой Что я делаю А? Назад давай Ровненько С прицепом Во 100% Отлично Нормал Все укатали Теперь можно Вот так вот Отсюда выйти И накрыть Это все дело Чтобы оно ферментировало Соответственно Завтра Оно уже Все будет готово Траву оставшуюся Я пока трогать Не буду Че-то мне Честно говоря В падлу Безвалковые жатки Незвалкованные Вот это вот Все Такое себе Поэтому погнали Припаркуем Наш классный трактор У него на сегодня Работа закончена Можно его даже Кстати Помыть У нас есть Классный керхер Есть специальное место Для мойки Сейчас мы его Помоем Точно А то знаете ли Он у нас за первый день 28 километров Накатал Вот так вот Получилось Все интересненько Во У нас есть Такая вот мойка Вот такой вот керхер Немножко нестандартный Сейчас мы его Здесь сполоснем И он станет Чистеньким И как новеньким Да Хотя новеньким Он уже не станет Мы его брали Бэушным Так получилось Во Зато чистый Чистая техника Знаете ли Залог успеха Вот это хреновина Почти и не испачкалось Я имею ввиду Прицепчик-то Фуражненький Да Короче Погнали Поставим это все Дело на стояночку Можно прям задым Отсюда вот заехать Под навес Вон тот Мне нравится Вот это место Поставим туда Может быть И все остальное Неплохо было бы Помыть Но мне впадло Не хочу Во Вот так вот Бздынь Все Стоит Ждет своей очереди На работу Пока работы Для него нету Хотя можно Траву пособирать Можно даже Валерона Зарядить Но пускай Она там лежит Давайте залезем В меню И посмотрим Что у нас там По траве Ни хрена У нас там По траве Ничего не высохло Короче Я не знаю Что это за сушилка Если кто знает Черканите в комментариях Пожалуйста А то что-то Непонятно Как-то Да А может быть Надо вот Включить эту штуку И приехать на разгрузку И она тогда Будет высыпаться Хрен его знает Короче Ладно Вырубаем Шутка Все видно Возвращаемся На поле У нас здесь идет Посев Скоро он закончится Друзья И в следующей серии У нас тогда уже будет Уборка урожая Наверное Продажа урожая И будем тратить Наши денежки Которые мы заработаем Если заработаем Плюс за кадром Я еще наверное Удобрю поле Так что Встретимся уже В следующий раз Всем огромное спасибо За просмотр Друзья Не забывайте Что надо написать Какой-нибудь комментарий Обязательно И лайкусик влепить А если вы не подписаны На канал То еще можно подписаться Никита Дилай Всем всего доброго Друзья Пока-пока